Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем чтение первой книги Парли Паминон и сегодня мы будем просматривать 27 главу. Она начинается словами Вот сыны Израилевы, по числу их главы семейств, тысяченачальники, стоначальники и управители, которые по отделениям служили царю во всех делах, приходя и отходя каждый месяц во все месяцы года. В каждом отделении было их по 24 тысячи. Ну, немножко надо понять, для чего делается такое счисление значения переписи в этой ситуации. На самом деле в обязанности израильтян, как сообщают ученые-библеисты, входила военная служба на благо царю и во славу Родины. Кроме того, они могли отбывать и трудовую повинность, часто в специальных сформированных рабочих бригадах. В последнем случае принудительный труд был своеобразной формой налогообложения. Что это значит? Например, человек не мог уплатить какие-то налоги. Его брали на принудительный труд, в кавычках принудительный, потому что человек мог таким образом и просто с долгами перед государством, перед обществом рассчитаться. И не всегда это значит, что его туда тащили. Он мог сам понимать важность таких работ, которые он мог исполнять. И вот указанные списки, они касались организации военной службы. И в таком случае как бы счисление было оправдано. Хотя здесь мы увидим, как бы гнев Божий будет вызван тем, что уж слишком полагались на эти цифры, которые получали. В каждом отделении было по 24 тысячи. А над первым отделением для первого месяца начальствовал такой-то, такой-то. И вот до 15 стиха перечисляются имена. Далее перечисляются начальники над племенами Израилевыми. Это до 24. А 24 стих сообщает. Иав, сын Саруи, начал делать счисление, но не кончил. И был за это гнев Божий на Израиля, и не вошло то счисление в летопись царя Давида. То есть счисление не всегда угодно Богу. Хотя, казалось бы, царь и правитель должен знать, какие у него силы. И Христос в своих притчах говорит, если человек там собирается на войну, или человек хочет построить башню, он должен просчитать, должен просчитать, а хватит ли у него, собственно говоря, на это сил. И когда люди слишком уповали не на Бога, а именно на цифры, когда все переводилось в цифру, как сейчас мы видим, все переводится в цифру, и изображение в цифре, и звук в цифре, и цифры окружают нас буквально со всех сторон. Вот здесь очень важно, чтобы такой технологический прорыв не перетащил бы нас в некое такое электронное рабство. И вот то, что Бог гневался на перепись населения, в некоторых случаях, а в некоторых случаях как бы не обращает на это внимания, это все зависит от отношения. И если у людей такое отношение, что мы знаем, сколько у нас человек, вот такой громадой мы навалимся, вот тогда мы обеспечим себе победу, вот это самомнение очень опасно. Кто-то там сосчитал, сколько у них там в подвале боеголовок ядерных, кто-то ему ответил, а у меня там больше боеголовок ядерных. Эти люди размахивают этими ядерными дубинками, угрожают друг другу, не понимая, что гнев Божий может опокинуть эту их кичливость друг перед другом и эту их самоуверенность. Потому что часто бывает, что незначительное количество воинов побеждает более значительное количество. И все это очень непредсказуемо. Далее говорится об управляющих над царским имением. Над сокровищницами царскими был Измафель, сын Адиилов, а над запасами в поле, в городах и в селах, и в башнях, это такие башни-элеваторы, и Нафан, сын Узии. Казалось бы, такое уточнение, лишенное религиозного назидания. На самом деле нет. Царь четко понимал, вот это его сокровищница, вот это его хозяйство, а там храм. Туда царь лезть не имел права. Дальше говорится, кто был над виноградниками, кто был над маслинами и смоковницами, кто был над запасами деревянного масла, над крупным скотом, над скотом в долинах, это мелкий скот, скорее всего, над верблюдами, над ослицами, ну, как бы сейчас сказали, над автопарком, над мелким скотом. А все эти были военачальниками над имением, которое было у царя Давида. Начальниками. Начальниками. Не военачальниками, а начальниками. И далее 32 по 34 стих говорится о царских советниках. Действительно, нормальный тот правитель, который окружает себя людьми, которые превосходят его в чем-то. Как вот при испанских дворах, там было принято, если принцесса не очень красивая, она окружалась себя такими уродцами, карликами, и на их фоне она неплохо смотрелась. Так вот, это неправильное отношение к осознанию власти. Власть — это общее дело. Если Бог кому-то дает высокое положение, человек не имеет права злоупотреблять. Потому что нормальный царь, нормальный правитель окружает себя людьми, которые его дополняют в чем-то. Которые его в чем-то дополняют, то есть в чем-то они его превосходят. И это нормальное, естественное такое состояние. И мы читаем о царских советниках. «И на фан дядя Давидов был советником, человек умный и песец». А почему вот это уточнение Ремис? На что это намекает? Человек умный и песец. То есть он стал советником не потому только, что он был дядей Давида, а он при этом был человек умный и талантливый каллиграф, соферим, книжник, знаток Торы, то есть закона Божия. Далее мы читаем. «Ихиил, сын Хаманиев, был при сыновьях царя, а Хитофел был советником царя, Хусий, архитянин, другом царя». О чем это? Вот перечисляются имена, об одном сказано, что друг царя. Нравственное качество Давида не позволяли ему иметь друзья каких-то непутевых людей. Если о человеке говорится, что он друг царя, то имеется в виду, что он в чем-то схож с Давидом. У него же такая же ценностная шкала нравственная и моральная. А вот эти имена, которые выше, это люди как бы близкие к Давиду. И последний, 34 стих. «Поси же Ахитофелла и Адай, сын Ванеи и Авиафар». Здесь мы видим и священников среди советников царя, и военачальников среди советников царя, а Иоав был военачальником у царя. То есть и советник, и военачальник. То есть здесь мы наблюдаем такую земскую палату советников. Вот, например, когда проходили земские соборы, то они проходили на Руси по какому принципу? Были представители от разных сословий и от разных земель, которые представляют интересы тех или иных земель или тех или иных сословий. И вот то, что в окружении Давида среди его советников мы видим и священников, и книжников, и военачальников, вот это показывает, что он имел дело с реальными людьми. И то, что Давид окружает себя вот такими разными людьми, скажем прямо, ни одного сословия, это о многом говорит. Указан, конечно, его дядя, но это был человек умный и писец, как мы прочитали о нем. Так один дядя, а не в том смысле, что он там перетянул из Вифлеема иудейского всех своих земляков и их расставил везде, на всех постах родственников и земляков. Вот это явно такое кумовство обычно незрелых людей, которые никому не доверяют, будучи неуверенными в собственном правлении. Субтитры создавал DimaTorzok